Челябинские активисты провели рейд по супермаркетам. Блогеры искали просроченную продукцию и, как оказалось, не зря. Южноуральцы прошлись по нескольким торговым точкам нашего города. В каждой из них в среднем набралось более одной полной тележки продуктов с истекшим сроком годности. Утилизация товара, пять тележек, уходит в мусорку. Так, в этом супермаркете общественники нашли тухлые помидоры, просроченные майонез и мясо в вакуумной упаковке, которое оказалось не такой уж и герметичной. Сотрудникам магазина такая ревизия, видимо, пришлась не по душе, и они вызвали полицию. Вот только страж правопорядка не увидел ничего противозаконного в действиях общественников. А вот факт того, что в магазине продают просроченный товар, зафиксировал. Они вызвали полицию из-за того, что мы набрали просрочку. Вот абсурдная ситуация. Никто вам не запрещает? Нет. Мы тоже так думаем, да. То есть, понимаете, теперь вы эту всю просрочку должны оформить. Они вам сделали такую работу. По итогу всю продукцию ненадлежащего качества собрали и передали продавцам с целью утилизации. Активисты пояснили, что подобные рейды будут устраивать регулярно. В первую очередь, они направлены на повышение бдительности со стороны продавцов магазинов. Блогеры надеются, что вскоре сотрудники магазина будут без посторонней помощи следить за качеством распространяемой ими продукции. Чем чаще мы будем делать такие рейды, тем велика вероятность, что директора будут бдительные следить за сохранностью. Да, они заметят, что против них идет такое движение, которое не дает просрочкам торговаться. Ребят, поэтому мы и поднимаем такую волну в городе Челябинск. Все люди, не покупайте просрочку, смотрите. Сделают выводы или нет, покажет время. Пока что от просрочки горожан спасают блогеры. Продолжение следует...